В студии у нас гость, давний мой знакомый, и Оксанин знакомый. Артём Гореев у нас сегодня в гостях. Привет тебе. Доброе утро. Актёр и режиссёр, и хороший человек. Доброе утро. Так он сам о себе говорит. Он говорит, что он добрый режиссёр и совершенно, совершенно не мучает своих актёров. Слушай, ну вот... И не является Карабасом-Барабасом. Продолжим тебя поздравить. Вот видишь, дорос до режиссёрства. Вот чего тебя потянуло? О, спасибо, да. Спасибо, дорос. Это как-то вот... Нет солдат, который не мечтает стать генералом. То же самое можно сказать про актёра, который мечтает стать режиссёром. Не-не-не. Режиссёром просто попроще, чем актёром. Ну, наверное, да. Сидишь в зале, что всем говорят, что делать, всё делаю. Ну, наверное, да. Когда... Это такая классическая история. Актёру, когда исполняется там 35, он думает, ну, хватит уже слушать чужую волю. Лучше, наверное, самому брать и делать. Ну, вот, наверное, так. У многих так бывает. То есть уже исполнилось? Ну, да, да. Не, ну, скажи, ты вот сам к этому долго шёл вообще? Не, ну, я-то давно уже, мне это всегда интересовало. Я когда-то ещё, когда в институте учился на актёрском факультете, говорил, это когда-нибудь будет в моей жизни. Ну, вот оно и случилось. Лев, более было стать режиссёром. Ой, ну, стать режиссёром, наверное, так нельзя говорить. Это всё ещё... Ну, хорошо, я имею в виду получить вот эту вот роль режиссёра. Ну, на самом деле, вот тот спектакль, который будет премьера 24 марта, это, наверное, такой первый спектакль после того, как я получил режиссёрское образование. Я же пока работал актёром, учился. Вот, и уже после этого образования такой первый спектакль. Не знаю, посмотрим. Ну, хорошо быть режиссёром, когда перед этим ты становишься сначала актёром. Ты же знаешь, всё кухня изнутри. Да, я думаю, что это круто. Это гораздо проще и лучше, чем если просто сразу в режиссёре. Да-да, я сам, как актёр, видел многих режиссёров. Я считаю, что те режиссёры, у которых есть актёрское образование, с ними интереснее, они понимают твою природу, чувствуют. Могут дать какое-то дельное замечание, нужное. Вот, и мне кажется, что это важно. Мне это очень помогает. А ты видел фильм «День выборов»? Нет. Хорошо, вопрос снимаете. Давай поговорим о спектакле. О премьере, да. Когда она и что это за спектакль? Что, когда, кто, кто виноват, кто заплатил и так далее. Что делать? Это премьера Русского театра. 24-25 марта будут два премьерных спектакля. Также будет 1 апреля, 22 апреля и 2 мая. Вот, пять спектаклей в этом сезоне. Приглашаю всех желающих. Это считается мой режиссёрский дебют. После того, как я получил образование данный спектакль, я стоял раньше, но вот это такая работа уже после получения образования. И приглашаю всех. Это спектакль по роману Мелина Томб «Косметика врага». Мы его назвали очень так коротко и адресно «Враг». Вот всем, кому интересно узнать, есть ли у него враги, как с ними общаться, как их распознать, то, пожалуйста, добро пожаловать в Русский театр на «Малую сцену». Ну, это комедия, это серьёзная драма. Ну, я назвал так. Ну, конечно, там есть драматические моменты. Нет, это не комедия, хотя там есть элементы и чёрного юмора. Но я бы сказал, такая интересная драматическая история с закрученным сюжетом, что-то вроде такого триллера на сцене, с детективным каким-то уклоном. Но при этом она такая даёт возможность размышлять. Но платочки брать с собой не надо. Это не про это. Ну, платочки, ну, смотря для чего. Поплакать. Ну, не знаю, не знаю. Кому как. У каждого свои же ощущения возникают. Но такая достаточно. Хотелось бы сделать такую адресную, такую конкретную историю для людей, чтобы она попала в душу, в сердце. Очень бы хотелось сделать такой спектакль, который как-то расшевелит и зрителей, и нас самих. Так что всё-таки тема такая. Ну, кстати, по поводу шевелить. Последние премьеры русского театра показывают, что в плане антуража, в плане подачи спектакля, то есть происходят какие-то такие интересные изменения. И ты упомянул, что всё это будет на малой сцене. Это значит, я так понимаю, будет уже, наверное, вообще интерактивно. Потому что спектакль на малой сцене, там они обычно очень захватывают зрителей в прямом смысле этого слова. Ну, нам хотелось сделать такой спектакль. Да, у нас и оформление сделали таким образом. Вся история происходит в зале ожидания. Ну, то есть одно место действия, всё действие происходит в течение, там, почти двух часов, разворачивается. И мы превратили малую сцену в такой зал ожидания, в котором зрители также ожидают рейса вместе с главными героями. И там внутри разворачивается действие. Но это не вокзал для двоих. Нет, нет, нет. Ну, Оксана, представь, например, ты летишь куда-то по делам. Сидишь возле своего гейта, ждёшь вылета, и вдруг тебе сообщают, что вылет задерживается. Начинаешь нервничать, у тебя же дела. Вдруг подсаживается совершенно незнакомый человек, начинает с тобой общаться, лепить всякую ерунду, рассказывать истории своей жизни. А потом выясняется, что он знает какие-то истории из твоей жизни, приводит примеры из какого-то прошлого. Вот сейчас ты вот прямо вот сказал главные слова. Вот, по-моему, это главная интрига была. Вот как надо про спектакли рассказывать, что прямо аж уже интересно. У меня такое очень часто бывает, что я людей абсолютно не знаю, но они подходят ко мне и говорят, Оксана, а вот там в таком-то году ты сказала? Я так, боже мой, это я сама не помню, а люди помнят. Я смотрю, что музыкальное оформление Александра Жуделёв работал над ним. Да, ну, это моя команда, мы вместе с Сашей работаем всё время над разными работами. И да, мы вместе работаем. На сцене музыкантов не будет, это будет просто музыкальное оформление. Нет, нет, музыкантов не будет, это музыкальное оформление. Музыкантов купили на женитьбу. Они оттуда не выходят, да. Саша придумал очень классное решение звуковое в зале, поскольку, я говорил, малая сцена превращена в зал ожидания. Он сделал такую систему квадрозвука, то есть такой интерактивный звук, разные шумы будут внутри. То есть такая новая вещь не использовалась раньше в нашем театре. То есть зрительный звук будет в прямом смысле окружать. Скажи, а возвращаясь к твоему режиссёрскому девяту, ты ведь всю эту историю, понятное дело, как режиссёр, создаёшь с нуля, да, то есть начинает поиск материала и заканчивая уже вот какими-то вещами, в том числе, наверное, и кастингами. Вот каково это было устраивать уже кастинг среди тех людей, которых ты знаешь? А каково это было ещё говорить кому-то, что нет, извини, ты не подходишь? Ну нет, такого нет, это не так. Там сразу говорили, кто подходит, и всё. Да, 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 да. Нет, я так не люблю. Вообще кастинги я сам лично терпеть не могу. И нет, было не так. Просто был вот этот материал, была Эмилина Том, была косметика врага, он меня очень тронул, этот роман, и очень захотелось его поставить. Потом я подумал, кто бы мог сыграть, поскольку там размазывают друг друга, в психологическом смысле два мужика, два мужчины встречаются крепких и устраивают друг другу там бой такой психологический. Я подумал, что должна быть какая-то такая пара мужская, и поэтому выбор пал на Александра Вашкевича. Игорь Рогачёв, это замечательный артист, это будет тоже для него такое возвращение на сцену. Он много лет не играл, он когда-то работал в русском театре, и он закончил так же, как Ящукинское училище. Вот, потом ушёл из профессии. Вот сейчас в этой работе он возвращается, мы с ним готовим. Это тоже для тех, кто знает Игоря, наверное, будет интересно посмотреть. И вот такой дуэт. Я увидел этот дуэт и предложил им, Александру и Игорю, и они согласились. Но всё, о чём рассказывает Артём, всё завлекает в театр. Я очень хочу посмотреть эту премьеру. Как говорится, касса открытая, билеты в продажу. Конечно, какие вопросы-то. Нет, я правда хочу пожелать тебе удачи. Я очень рад тому, когда в жизни людей, знакомых моих творческих людей, происходят вот такие позитивные изменения. Это всегда очень круто. Это не то, что новое дыхание, это совершенно другая жизнь начинается, потому что ты выходишь на другое качество. И опять-таки нужно закрепляться, опять-таки нужно ошибаться, опять-таки нужно обжигаться и каким-то образом расти дальше. И поэтому, ну, будешь когда-то с тобой вместе на одной сцене. Да, да, да. Иди я, иди ты, иди ты. Да, мы с Артёмом когда-то в своё время были в одном спектакле под названием «Половое покрытие». А Соболин Артём делал, да? Я бы назвала это театральный терроризм, то, что вы делали. Не, ну это было классное время, это был эксперимент. Хороший, кстати, был спектакль, очень весёлый. Спектакль был отличный, и вот, знаешь, я иногда думаю, хорошо, время прошло, да. А вот в нынешнем времени вот такое же можно было бы подобное замутить? Ну, а почему? Давай что-нибудь попробуем, попробуем. Значит, режиссёр у нас знакомый есть. Да, Киара есть, надо вернуть. Киара нет, Киара теперь, он уже вообще по большим сериалам играет, да. Мы уж своими силами загубиним чего-нибудь, какие-то проблемы. У меня ещё один вопрос. Стоит возрастное ограничение 16+, это что значит? Подростки не поймут, или там что-то есть ненормативное, или что-то такое? Ну, представьте, Вашкевич, который ругается матом, я не могу. Нет, ненормативной лексики нет. Почему тогда возрастного? Спектакли не курят, но я не знаю, как это... Ну, дело в том, что в спектакле есть некоторые изображения, которые показывают обнажённое женское тело, и мы решили, что такое ограничение стоит. Понятно. А, то есть, людей старшего возраста, если я маму с собой возьму, мне не будет стыдно, что я позвала их? Нет, 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 там всё очень прилично, художественные фотографии, они в очень небольшом количестве. Ну, и потом, наверное, это в большей степени связано с темой спектакля. Я думаю, что раньше, ну, наверное, будет рановато, как сказать. Знаешь, взрослое содержание, оно не всегда предполагает... Наличие подобных. Наличие чего-то такого визуального там, или там какого-то аудиального, а в смысле общее содержание такое взрослое. Ну, мы не можем отпустить Артёма, пока он не расскажет нам о своём любимом блюде. Шутка. Отворческих планов, конечно. Вот чайка задача. Я думаю, как это так такое. Поворот. Поворот. У нас просто папка с любимыми вопросами. Это да, наша дежурная шутка, мы её каждый раз произносим, и все весело работают. Сейчас, может сказать, что проект уже оформлен, он готов. А дальше что будет? В каком смысле? Ну, там счёт, фикдакли, работа, идеи. Я пока так не могу так думать, да. Я вот сейчас должен это доделать. Все мысли только здесь. Остались самые ответственные пять дней. Сейчас спектакль не собран до конца. Есть какие-то детали, которые нужно соединять. И вот сейчас я пойду на репетицию, и буду это делать. Так, ещё раз тогда заканчивая наш разговор. Значит, спектакль «Враг», малая сцена русского театра. И числа? 24-25 премьера. 1 апреля. 22 апреля. И 2 мая. Реклама прочитал просто. Молодец. Только эхо осталось. Наложите нормально. Ну что, тогда привет всей команде. Спасибо. Я не знаю, чего там принято желать режиссёрам. Ничего желать не буду, чтобы не накаркать случайно. Вот я уверен, что всё будет хорошо. И мы с Оксаной своими глазами увидим это. Я мечтаю уже, да. Приходите. Спасибо. Всего. Режиссёр Артём Гарри. Сегодня был утренний шоу «Запускай» на Sky Radio. Сегодня был утренний шоу «Запускай» на 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 «Запускай».» на «Запускай» на «Запускай» на «Запускай» на «Запускай» на «Запускай».» 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 на «Запускай» на «Запуск